Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска, студии Елена Марданшина. Смотрите сегодня в нашей программе. Просто дверь была старая. Строители и жильцы разошлись во мнении, откуда взяли щели вокруг дверной коробки. Но конфликт удалось уладить. Когда крышу кровлю делали, что-то забивали, пробретили дверь 32-й квартиры. Художник-подвижник-энтузиаст. Картинная галерея отметила столетие своего основателя Геннадия Стефановского. Какой матерый человечище! И действительно, это самородок, талантливый художник. Памятник велосипеду и двухколесный друг с гаджетами на все случаи жизни. Народный умелец создает уникальные поделки из подручных средств. Это запланировано бывает. Я уже начинаю это предварять в жизни. Капитальный ремонт жилых домов подходит к концу. По плану в этом году должно быть отремонтировано 62 дома. В большинстве из них работы уже завершены. Но иногда возникают ситуации, когда жильцы не слишком довольны строителями. Именно в такую ситуацию попала жительница одного из домов. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Капитальный ремонт все еще идет в доме на улице Заслонова. На первый взгляд, все нормально. Входные двери в подъездах поменяли, кровлю отремонтировали. Жительница дома Зульфира Валеева, которая добровольно взяла на себя обязанность по контролю за качеством ремонта, обратилась в телекомпанию с проблемой, которая якобы возникла в результате ремонтных работ. У нас капитальный ремонт идет. Когда крышу, кровлю делали, что-то забивали, пробредили эту дверь. Ее они сделали крышу до конца, и вот у нее дверь стала отходить. Уже несколько месяцев вокруг дверной коробки видны заметные щели. А из косяков один за другим выпадают гвозди. Хозяйка квартиры, 78-летняя Александра Куликова, вместе с Зульфирой Валеевой обращались за помощью в департамент жилищно-коммунальных услуг и к подрядчикам. Но сотрудники в один голос утверждают, что никакой вины рабочих здесь нет, а дверь просто давно нуждается в ремонте. Обратились и мы в управляющую компанию «Надежда». Она обслуживает этот дом. Женщина, которая представилась как мастер Хабибулина, тоже уверяет, что ремонт здесь ни при чем. Какой может быть дефект от ремонта кровли? Они даже ничего на кровле не делали, там просто был настил. Там ничего не демонтировалось. Даже настоящий руберой, то, что был руберой, на него сделали такой вот скатной кровли. Там ничего не делалось. То же самое повторяет и инженер управляющей компанией Валентина Голикова. Ремонт крыши никак не мог повредить дверь в квартире. Она уже была в неважном состоянии. Наша компания никакого отношения к капитальному ремонту не имеет. И на самом деле, фактически, никаких дефектов на дверях нет. Там работал подрядчик ООО «Капитал», курирует департамент ЖКХ, капитальный ремонт. На дверях ничего не испорчено, двери в нормальном состоянии. Но пенсионерка уверяет, что именно после капремонта в двери образовались значительные щели. Единственное, о чем она просит, это вернуть входную дверь в прежнее состояние. Мне не надо, но сделали бы хоть хорошую. Ну уж как было. По словам подрядчиков, никакой вины рабочих в сложившейся ситуации нет. Ведь такая проблема возникла лишь в одной квартире. Но, тем не менее, строители все же откликнулись на просьбу. Когда производился ремонт крыш, бабушка говорит, что дверь повредилась из-за ремонта крыш. Мы считаем, что это не из-за этого, просто, ну, видимо, похоже, старая дверь. Из-за ремонта крыш через две плиты выше, дверь никак не должна повезти. Просто из уважения к старости решили ей помочь отремонтировать дверь по возможности. Были щели, здесь пропенили, дверь усилили ланкерными болтами, поставили утеплительные полосочки. Сейчас бабушка вроде бы довольна. Ну, пойдет. Что теперь сейчас? Вон такие гвозди воткнули. Проблема вроде бы решена. Входную дверь привели в надлежащий вид. А главная Александра Ивановна теперь спокойна за свое имущество. Ангелина Хабибулина, Булат Загидуллин, Альметьевск ТВ. И еще о происшествиях. В Альметьевске завершился суд по делу о разбойном нападении на сторожа детского сада. Напомним, ночью 7 мая 2018-го мужчина, разбив окно, проник на территорию детского сада. Он напал на женщину-охранника и совершил поджог. Задержать подозреваемого по горячим следам помогли камеры видеонаблюдения, установленные на территорию детского сада. На видеозаписях, изъятых правоохранителями, было отчетливо видно лицо злоумышленника и порядок его действий. Так сотрудникам полиции удалось быстро найти и задержать предполагаемого преступника. Потерпевшая была госпитализирована. Суд признал 31-летнего безработного жителя Альметьевска виновным в совершении трех преступлений. Разбой, насильственные действия сексуального характера, покушение на убийство лица в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление. Свою вину мужчина признал лишь частично. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Республики Татарстан. И это еще не все новости. Смотрите далее в нашей программе. Музыка на любой вкус. В Альметьевском музыкальном колледже прошел концерт известного пианиста-импровизатора. Памятник велосипеду и двухколесный друг с гаджетами на все случаи жизни. Народный умелец создает уникальные подделки из подручных средств. Альметьевская картинная галерея отметила 100-летний юбилей основателя и первого директора галереи Геннадия Стефановского. В 50-е годы он, тогда еще директор художественной школы, по крупицам собирал картины для первой выставки, выбивал помещение и сам участвовал в его строительстве и обустройстве. Накануне в картинной галереи открылась выставка, посвященная юбилею мастера. В Альметьевской картинной галереи открылась уникальная выставка. На ней выставлены картины, написанные, собранные основателем и первым директором галереи Геннадием Стефановским. И приурочена экспозиция к 100-летнему юбилею художника и подвижника. Его силами и старанием в городе живет и развивается и радует посетителей художественный музей. Начиная с 70-х годов, Альметьевская картинная галерея уже дважды меняла свой адрес. Из барака на улице Маяковского она переехала сначала на проспект строителей и сейчас располагается во дворце культуры Невче. На торжественное открытие выставки собрались родные коллеги Геннадия Стефановского и просто люди, знавшие мастера. Вера Бушурова в 1967 году молодым педагогом пришла в художественную школу номер один. И под чутким руководством директора сформировалась как специалист. Он мне был как отец. Ему я многим обязана. Я девчонка была немножко неорганизованная, где-то не всегда аккуратная, торопилась, все быстрее, все быстрее. Он научил нас саму. Лично знал и не раз встречался с основателем галереи по долгу службы и Василий Самойлов. Он вспоминал о том, как во времена дефицита приходилось обмениваться строематериалами, как трудно было получить заветное помещение, а потом организовать выставку. Василий Иванович отметил еще один несомненный талант Стефановского – организаторский. «Нам повезло то, что он приехал в наш город, то, что он смог сделать для нашего города. И сегодня это историческая память не только нашего города, но и слухи Тоса». Семья Стефановских из поколения в поколение была творческой. Почти все или художники, или музыканты. Можно сказать, что изобразительное искусство – семейная традиция. Многие поколения вели альбомы, в которые писались пейзажи, портреты. Об этом и многом другом рассказала племянница Геннадия Стефановского Евгения. «Переехал в Татарию, вот он стал таким художником, просветителем. Поэтому давайте, как сказать, почтим его память, очень светлого, очень такого думающего, знающего человека. Светлая ему память. Будем достойными портретами его». Внук Геннадия Алексеевича Олег немного отошел от семейной традиции. Он строитель. Но талант передался его дочери Юлии Стефановской. Теперь она подающий надежды художник и писатель. Своё отношение к картиной галереи, как к явлению, у Олега Евгеньевича однозначное. Он считает её своим детищем. Всё детство и большую часть юности он провёл в её стенах. И многие из работ создавались на его глазах. «На моих глазах он очень много работ создал. Прямо вот это всё происходило, понимаете, вот дома сидит и рисует. Вот, пожалуйста, картина. Это на моих глазах создавался. Дома сидел, писал, напротив окна стоял мольберт». Как живописец Геннадий Стефановский не был приверженцем какого-то определённого жанра. На его выставке и морские просторы, и родная природа, и натюрморты. Есть и портреты. Заслуженный работник культуры сплотил вокруг себя интеллигенцию города. Художники, писатели, музыканты могли реализовать здесь свои творческие замыслы. Лидия Старшинина проработала с Геннадием Алексеевичем 12 лет. Свои впечатления о нём, как о человеке, она выразила кратко и эмоционально. «Какой матёр и человечище! И действительно, это самородок, талантливый художник, прекрасный руководитель, мудрец, праведец и великий просветитель». К столетию Геннадия Стафановского был объявлен художественный конкурс среди учеников художественных школ и студий. И теперь работы юных художников выставлены в картинной галерее рядом с работами мастера. Небольшая выставка – это своеобразная дань традициям. «Таким образом мы, в общем-то, хотели, скажем так, вернуться к истокам. Ведь всё, галерея зародилась на базе художественной школы. Ну а самое, когда у него всю жизнь были ученики, он преподавал очень-очень долгие годы практически. Но директором галереи он и был первым директором, но, тем не менее, это всё-таки заняло не столь значительное время. Основное – это была его преподавательская деятельность. То есть, в общем, ученики – это его жизнь». Памятник в честь Всемирного дня велосипеда «Двухколёсный друг» с приспособлениями на все случаи жизни и монумент Великой Отечественной из подручных средств. Всё это творение народного умельца Амина Сирозидинова. В гостях у мастера побывала наша съёмочная группа. «Вот сюда ещё я хочу табличку поставить. 3 июня – Организация Объявления нации «Объявление», 3 июня – Всемирный день велосипеда. Надпись на пластике. А вот табличка – это дата установки 2018 год. И она и с той стороны у меня, эта цифра есть». Этот памятник установлен в честь Всемирного дня велосипеда. Или, как называет его автор, памятник классическому велосипеду. На его изготовление у Амина Сирозидинова ушло около двух месяцев. И эта инсталляция имеет и практический характер. Например, в качестве велотренажёра. Помимо него, во дворе у умельца ещё несколько велосипедов. К примеру, это Ягуар. Он постоянный участник велопарада в Альметьевске. Здесь есть гаджеты на все случаи жизни. Фонари, чтобы ездить в тёмное время суток. Два больших контейнера для покупок. Держатель для рыболовных снастей. Часы с секундомером, сигналы, зеркала заднего вида, указатель направления ветра и подставка под телефон. Но и это ещё не всё. «Это декоративная платформа, я её называю. Вот здесь музыка у меня. Рядом с домом Амина Солохудиновича в этом году появился и памятник Великой Отечественной войне. Всё сделано из подручных средств. Изготовление ушло пару месяцев. Он поворачивается и светится в тёмное время суток. А ещё его основание служит креплением для альпинистского снаряжения. Сюда сбегаются маленькие скалолазы со всего посёлка. Немаловажен и колокол. Его звон звучит в память обо всех погибших в годы войны. Народный умелец уже и сам не помнит, когда начал всем этим заниматься. Говорит, что очень давно. Во дворе его яркого дома, который располагается на самом краю деревни, ещё множество разнообразных поделок. Останавливаться автор не собирается. У Амина Серезидинова ещё целый список идей. Иногда вот даже не думаешь о чём-то, потом мысль приходит. Иногда бывает эта мысль, ты полгода не затрагиваешься, а потом она у меня как бы запланирована бывает, я уже начинаю её предварять в жизни. В Альметьевском музыкальном колледже прошёл творческий вечер заслуженного артиста России Геннадия Пыстина, выдающегося пианиста-импровизатора. Солист новосибирской филармонии играл для студентов и преподавателей колледжа, а также для многочисленных любителей классической музыки. Музыкант выступает в нефтяной столице в рамках своего тура по городам России. Для своего концерта маэстро не случайно выбрал зал музыкального колледжа. Здесь всегда подготовленная публика, способная воспринять не только популярную классику, но и вещи посложнее. Программа вечера включала произведения Шумана, Чайковского, Шопена, Скрябина, Шостаковича, а также популярные мелодии советских композиторов из кинофильмов. Начался же концерт с нестареющей классики «Прелюдии» Иоганна Себастьяна Баха. Марафон классики только открыт, а стало быть, еще не одна композиция прозвучит за этот вечер. Именитый музыкант сам себе конферансье. Этим и снискал любовь публики прямым взаимодействием со зрителем. Талантливое исполнение и мастерство общения помогает удерживать внимание аудитории. Геннадий Пыстин, рассказывая о «Прелюдии» Илью Вертюрев, вплетает в свой рассказ не только номер и тональность композиции, но и интересные факты о ее создании и об авторе. С Шуманом произошла такая история. Ему было 19 лет, и он увидел юную девушку, девочку, прозвали Фларой Биттом, был сражен, влюблен. В этом составе они прожили достаточное количество времени. Затем маэстро перешел к музыке советских композиторов. Один из них — Гия Кончелли. Грузинский композитор, знакомый многим по мелодиям из культовых советских фильмов. У выдающегося композитора есть цикл под названием «Простая музыка». Да, для восприятия она проста, но вот для исполнения. Единственный раз за выступление мастер надевает очки и разворачивает нотный стан на все четыре страницы. Осенняя погода, строгие мотивы навевают меланхоличное настроение. Но тут в программу концерта резко врывается третья часть — авторская. Транскрипции знаменитых мелодий старых мультфильмов, например, Чиполлина. И творческий вечер для консерватории быстро превращается в задорное представление. А это Чиполлину! Да не стекли! Помидор! И погоня! В восторге были пришедшие на концерт дети, особенно когда маэстро и педагоги колледжа играли в шесть рук. Трио доигрывало концерт под аплодисменты зрительного зала. Геннадий Пыстин, выступающий в крупнейших концертных залах, признается, что уютнее всего чувствует себя перед неискушенной аудиторией. Вы знаете, сейчас совсем другое время. Нет. И даже особенно я люблю играть там, где еще нога от человека не ступала. Кроме больших центров, там, столиц мировых, Москва, Питер, естественно, Париж. Я выступал. Я очень люблю играть в маленьких городах и даже в деревнях. После Альметьевска Геннадий Пыстин продолжит тур по Татарстану, а затем его ждут Башкирия и Удмуртия. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. А теперь метеопрогноз на последний рабочий день этой недели. 12 октября в Альметьевске будет пасмурно. Температура воздуха ночью 2 градуса, днем плюс 7. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас смотрите передачу Беркетмя с Резидой Мухаммединовой. А я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.